Девчонки, всем привет! В этом видео я расскажу про заказ. Заказ Avon по каталогу номер 3. У меня был еще заказик по каталогу номер 4, но он оказался у меня очень маленький. Поэтому я совмещу в этом видео два заказа. Приступим! И начну я с третьего каталога. Заказывала я вот таких вот два крема. Этот крем идет питательный 100 миллилитров Avon Care. Я его уже заказываю не первый раз, раз третий, наверное. Мне очень он нравится именно на такой вот осенне-весенний период, хотя я им даже и летом пользовалась на ночь, и зимой пользовалась им и на ночь, и днем. Как бы в принципе под макияж он не пойдет, по крайней мере моей жирной коже, под макияж не катит этот крем. Такое сильно жирное лицо. Я довольна этим кремом, мне он очень нравится, так что если вы еще не пробовали, советую попробуйте. И первый раз заказала вот такой вот крем. Это новинка. У них вышел лосьон для тела, крем для рук и крем для лица. Так вот я решила заказать крем для лица, как здесь заявлено, масло какао, восстанавливающий увлажняющий крем для лица с маслом какао и витамином Е. Тоже Avon Care, тоже 100 миллилитров. Я его еще не пробовала. Буду пробовать, наверное, осенью, потому что сейчас у меня достаточно всего много. Не хочется просто все поначинать и потом, когда ты смотришь, что срок годности уже истекает. Давай быстрее на себя это все мазать. В общем, буду пользоваться по мере возможностей. Я думаю, я буду довольна просто, когда буду использовать этот крем. В принципе, я думаю, обычный увлажняющий крем, который подойдет на холодный период времени года. И еще, девчонки, я заказывала по третьему каталогу вот такой вот блеск. Эта серия у меня Perfect Kiss, незабываемый поцелуй. Я заказывала обычный розовый цвет, там сладкий розовый, по-моему, что-то такое. Но мне перепутали блески и я не получила свой блеск, который я заказывала именно из этой серии, а получила вот такой вот блеск. Это серия Plum Pound. Я знаю, есть такая серия, которая идет с кисточкой. Запах корицы какой-то и мяты. Оттенок у меня идет Rose Poker. В общем, как-то так. Это такой красный, самый, по-моему, темный оттенок там в этих блесках, в этой серии. Но, девчонки, в принципе, он смотрится ничего на моих губах. Но я не могу его просто переносить из-за его эффекта. Он при нанесении начинает покалывать. Я подозреваю, хотели сделать этот блеск, как многие другие блески, с таким вот покалывающим эффектом, объемом, чтобы придавало объем губам. Но нет, это совсем этот эффект не придает объем губам. Мне из-за него дискомфортно. Я не люблю такой эффект, потому что он здесь очень жесткий. Не такой, как вот, к примеру, в бальзаме от Carmex. У меня был даже блеск как-то еще давно с таким эффектом, но не такой, не настолько он был ядреный. Здесь такое ощущение, что переборщили вот этой какой-то добавкой, которая именно покалывает губы. Потому что, если я наношу и похожу какое-то время, потом этот эффект пропадает и, соответственно, блеск сходит немножко именно оттенок сам, я обновляю его. И обновленная жидкость на моих губах. Такое ощущение, что она провоцирует вещество, которое у меня еще есть на губах. И, соответственно, вдвойне это все начинает покалывать, что у меня один раз просто такое ощущение, как будто болели кончики зубов. Это очень неприятное ощущение, девчонки. Я после этого долго не могла отойти. Я, в принципе, думала, что буду пользоваться им. Но за счет этого эффекта я не хочу им пользоваться и никому не советую такие блеск. Если вам, конечно, нравится такой эффект на губах. Я думала, если мне не подойдет оттенок, то подарю маме, там, может быть, сестре. Но вот за счет этого эффекта я не буду никому дарить его и не знаю, буду ли сама пользоваться. Я еще несколько раз потестирую его, попробую. Если такой же самый эффект, если также будут болеть зубы, значит, я его просто выброшу. И вот этот вот блеск, который я вам показывала, это, конечно, не розовый оттенок. Я хотела заказать розовый, потом хотела сделать до заказ с персиковым оттенком. Вот этим вот. Но так как мне розовый не пришел, вместо него пришел вот такой вот блеск, я просто сделала также до заказ именно оттенок, который я хотела заказать. Не розовый, который до этого мне хотелось, а тот, который планировала. Соответственно, я заказала оттенок Sweetly Peach. Это такой нежный, нежный персик, по-моему, что-то такое вот. Я, конечно, в описании все напишу, в инфобоксе можно будет прочитать. Здесь тоже 6 миллилитров. Я уже говорила не раз, что я люблю эти блески. Честно, девчонки, я этим блеском, он такой очень нежно-розовый. Я не знаю, почему персик, персик, может быть, спелый персик, но он такой нежно-нежно-розовый. Практически даже прозрачный, но потом, когда он немножко усаживается на губах, кстати, он сейчас у меня на губах, правда, с карандашом, поэтому немножко может темнее казаться. Но так он просто вот нежный, розовый такой. Теперь не знаю, я буду заказывать тот розовый, который я хотела или нет. Наверное, все-таки закажу, потому что мне нравятся эти блески. И что я хотела сказать изначально, то что я вот этим именно блеском, я пользуюсь даже как бальзам, вот на работе, когда у меня просто есть отдельная косметичка, которая у меня находится в ящике, и мне нужно идти брать ее. А если мне очень лень, к примеру, выходить с кабинета там куда-то, я просто вот сумочки достаю вот этот блеск, обновляю на губах. Все, у меня губы увлажненные, они не пересушены. Я просто обожаю этот блеск. Девчонки, даже в качестве бальзама можно круглый год пользоваться вот этими вещами, и будет нам счастье. И еще я заказывала кисти от Avon. Они шли вот в таких вот двух пакетиках. Очень, конечно, все было так запечатано. Первый пакетик я разорвала, конечно же. А второй почему-то я не так разорвала. Мне пришлось порвать, сделать здесь дырку такую. В общем, второй почему-то я еле-еле распаковала. Мне показалось, вообще слишком неудобная упаковка. Ну, ничего страшного. Сам факт именно кистей. Я заказывала вот такую вот первую кисть для теней. Извиняюсь, у меня села камера. Блин, как обычно. В общем, короче, пока я ее зарядила, уже снимаю я на следующий день продолжения, потому что не хочется мне как-то это все переснимать. Еще заказывала вот такую вот кисточку. Кисточка идет синтетическая. Неплохо, в принципе, сделана. Ничего нигде у меня не отвалилось. И именно вот эти вот штучки. Она идет двусторонняя, со спонжиком. Спонжик довольно-таки неплохой. Я пробовала им растушевывать. Все растушевывает неплохо. Но сама кисть синтетическая. И чтобы наносить тени, получается, она их немного плохо набирает, плохо отдает. Они тогда немножко пылят больше, немножко осыпаются больше. Даже те тени, которые не осыпаются, все равно осыпаются с этой кистью. Поэтому я думаю, что этой кистью было бы хорошо вот складку прорисовывать. Каким-то определенным цветом. Не именно коричневым, там каким-то таким светлым, либо сероватым, светлым. Просто растушевку делать, выделять складку. А именно каким-то определенным оттенком. Я думаю, вот эта вот кисть неплохо будет работать. Но именно если вы хотите для использования теней, именно тень на все подвижное веко, не советую. Она с этим не очень хорошо справляется. По четвертому каталогу я заказывала кисть тоже. Вот такую вот кисть. Это уже кисть для пудры. Или это я по-третьему заказывала? У девчонки точно я не помню. Наверное, это по-третьему каталогу я заказывала. Это был у меня как до заказ. В общем, не суть. В каком-то из каталогов, третий или четвертый, я уже точно не помню, заказывала вот такую кисть для пудры. Видела, что многие ее заказывали. Она очень-очень мягкая, девчонки, просто превосходно мягкая. Я просто не знаю, она такая вот прям хочется-хочется прикасаться к ней, не колючая. Ворс, конечно, такой местами разной длины. Она немножко плоховато набирает пудру и немножко как-то отдает ее не так. Она покрытие делает таким вот легким, легкое покрытие. Это, в принципе, неплохо. Я не люблю такое грубое покрытие. Но эта кисть еще заявлена как кисть для нанесения жидких текстур. Тоже еще попробую, конечно. Интересно мне. В принципе, она синтетическая, но она, видите, очень мягкая. Она очень, но нравится сама вот как выполнена кисточка. Такая вот матовая поверхность ручки. В принципе, неплохо. Это новое оформление их кистей. И еще по четвертому каталогу, каталогу, я заказывала вот такой вот бальзамчик от Avon Care. Чилинное маточное молочко. Интенсивно увлажняющий бальзам для губ SPF 15. 10 миллилитров здесь. И я в восторге от него. Вот такой вот тюбик. Текстура прозрачная. Хорошо увлажняет. Подходит на период осень-весна, период пользования. Зимой он немножко так подмерзает, если на улицу выходить с ним. Но в помещении им пользоваться нормально. На лето, мне кажется, будет слишком жирноватый он. Запах у него очень такой приятный. Медовой. И еще, девчонки, я заказала вот такую вот помадку из серии Ultra. Но только это идет ультраматовая. Сейчас скажу, какой у меня оттенок. Медпич. Как-то мидпич. В общем, как-то так. Как-то так вот называется. И сама помадка очень так тоже выглядит неплохо. Старое, конечно, оформление ее. Но вот эта вот сама вставка не обычно металлическая идет, а матовая такая. Тоже прикольно. И сама помадка у меня идет вот такого вот оттенка. Персиковая, но она немножко такая с оранжевинкой. Вот такой вот оттенок. Очень красиво смотрится на губах. Я этой помадой довольна. Она не пересушивает губы. Вот честно вам скажу, взять даже те помады, которые я брала до этого в AVEN, они как-то так сушили губы. Вроде бы и оттенок неплохой, но вот это вот пересушивание губ мне не очень нравилось. А вот эта вот помада, она, конечно, подсушивает губы, но можно для пущего эффекта, для лучшего эффекта нанести за несколько минут до нанесения помады бальзам. И будет потом вам счастье. Помада долго будет держаться на губах, не скатывается. Немножко, когда вы наносите, немножко, конечно, есть проплешины, но они совсем такие незаметные. Потом вы просто как-то можете пальчиком все растушевать. Либо кисточкой. Кисточкой, конечно, не советую наносить. Лучше нанести помаду на губы и пальчиком растушевать. Так будет лучше. Цвет, конечно, насыщенный. Мне кажется, даже такой вот цвет летний, что ли. Ну вот, девчонки, и все, что я хотела вам показать из заказов AVEN. Если вы тоже что-то пробовали из того, что я заказывала в AVEN, напишите мне. Мне будет очень интересно. Заходите также в мою группу ВКонтакте. Там тоже очень многое бывает всего интересного. Также подписывайтесь, не забывайте. Ставьте лайки этому видео. И увидимся в следующих видео. Всем спасибо за внимание и пока-пока.